Алексей Бусаров, астроном-любитель. За всеми звездными явлениями наблюдает в телескоп. Специальную площадку можно не искать. Подойдет двор рядом с домом. В астрономии такого понятия, как суперлуния, нет, рассказывает он. Его придумали, скорее всего, чтобы привлечь внимание к этому красивому явлению. Несколько раз в год спутник Земли приближается настолько, что кажется больше. Суперлунием называют момент, когда полная Луна проходит от Земли на расстояние ближе 362 тысяч километров. Сейчас на данный момент мы смотрим в расстоянии 355 тысяч 973 километра. Если подождать, то видно, что вот 972. То есть сейчас Луна к нам еще приближается. Вот 71 тут есть вот эту строчку. Днем можно увидеть только Солнце. Огненный шар пробивается сквозь облака. Пятен сегодня на нем не видно. Суперлунию можно увидеть, когда Солнце сядет. Спутник Земли в этот момент кажется на 30% ярче и на 14% крупнее, чем на самом удаленном расстоянии. В истории, из наблюдений существует такая теория, что Луна постепенно от нас удаляется примерно на 3,5 сантиметра в год. То есть, скорее всего, наша Луна для динозавров была больше. То есть, оказывала, может быть, больше влияния. И потом, впоследствии, она удалится от нас, может быть, будет меньше. Так что нам надо пока уловить момент, налюбоваться вот этим нашим спутником. Следующий и последний Суперлуния в этом году можно будет увидеть 19 марта. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».